Всем огромный привет, мои дорогие! Меня зовут Алена, я очень рада, что вы попали ко мне на канал. Если вы здесь впервые, то не забывайте подписываться. Кнопочка находится внизу, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видео. И, конечно, оставайтесь со мной в моем телеграм. Все ссылки на мои соцсети, еще какая-то полезная информация обязательно будет в инфобоксе. И у нас с вами продолжается разбор трендов весны 2023. Я думала, сделать ли отдельное видео об аксессуарах и обуви. И решила, что да, все-таки стоит. Аксессуары и обувь это то, с чем мы больше готовы рисковать, нежели с основными предметами нашего кардероба. Верхние одежды, жакеты и так далее. Мы все-таки больше готовы внедрять яркость, блеск. А тренды у нас действительно смелые. И особенно, мне кажется, тема обуви всех интересует, потому что сейчас уже начнут появляться классные весенние коллекции, в том числе в российских брендах. И хочется понять, что же нам вообще стоит покупать. Поэтому, если эта тема вам интересна, то оставайтесь со мной, поехали! Самый первый, самый яркий, самый громкий тренд, заявивший о себе, это, конечно, платформа. И он уже не первый сезон с нами. Он все как-то аккуратно подползал, подползал к нам. И вот, наконец-таки, мы уже практически с ним сроднились. С платформой нужно быть отчасти аккуратными, если мы говорим про туфли на каблуках. Потому что, если вы девушка невысокого роста, то большая платформа, если это еще и стрипы на тонком каблуке, чуть позже еще, кстати говоря, об этой обуви скажу, она может вызвать такой диссонанс. Вы будете такая маленькая на таких больших каблуках, и все это будет немножко диспропорционально. Почему хорошо? Я это знаю. Потому что сама небольшого роста. Поэтому здесь нужно смотреть в зеркало, прям оценивая себя реально, как это смотрится со стороны. Или вообще попросить кого-то, пускай сфоткают вас, насколько вы гармонично смотритесь на платформе. В этом контексте гораздо безопаснее платформа, например, у кроссовок, у кет, у какой-то спортивной обуви. Пусть это будут лоферы, пусть это будут мюли на платформе, пусть это будет что-то, что вот такой сплошной платформы или с небольшим подъемом вообще существует на ваших ногах. Что-то, что не создает вот такой дисгармонии. Это даже в большей степени как-то сделает ножку более изящной, более тоненькой, более хрупкой. Потому что, конечно, на контрасте с платформой мы всегда кажемся какими-то более миниатюрными, более стройненькими. Поэтому вот как раз-таки классный прием для того, чтобы сделать стройнее свои ножки. Если мы, конечно, говорим о платформе плюс каблук, то мы только-только вот привыкли к тому, что кажется крупный каблук, крупная платформа. Да, у нас масс-маркет, люксовые бренды, но выпускали ботильоны, туфли всевозможные такого формата. И тут вдруг тренд номер два у нас появляются стрипы. Это то, к чему я была, честно, не готова. Но они так ярко заявили о себе. Причем на показах были стрипы даже с такой прозрачной платформой в носовой части. Это что-то прям вот совсем из эстетики нулевых. Я пока не знаю, как к этому относиться. Если честно, это прям для меня совсем какая-то смелость. Единственный вариант таких а-ля стрипов мне понравился в коллекциях Валентина. Он такой более сдержанный там, более все-таки такой плотный, непошлый совершенно каблук. Это все выглядит как-то вот поскромнее, немножечко поскромнее. Валентина к этому шли. У них были уже туфли на такой достаточно массивной платформе. У нас сначала появились Versace, самые популярные, которые разлетелись по Инстаграму. И затем уже Валентина. Выпустили вообще. У Валентина были самые яркие, самые потрясающие коллекции весеннего сезона, которые просто взорвали всех. Поэтому я вам советую пролистать хотя бы показы этого бренда. Полистайте хотя бы на сайте Vogue. И вдохновитесь. Просто вдохновитесь на это невозможно потрясающее весеннее настроение. Ну и конечно, когда мы говорим про платформу, сказали про стрипу, сказали танкетка. Танкетка к нам возвращается. Причем мне безумно нравится исполнение танкетки в таком лаконичном варианте у туфелек Prada. И более бюджетный вариант в иконика сейчас появились. Танкетка является классной заменой для каблука. Потому что каблук это не совсем удобная для всех история. Танкетка, допустим, для моей мамы, по ее словам, она говорит, мне танкетку носить удобнее. По своим воспоминаниям, не скажу, что для меня есть какая-то разница. Возможно, да, ты чувствуешь себя какой-то более устойчивой, как будто ты как-то увереннее стоишь на ногах. Не знаю, как это объяснить. Но, возможно, да, это действительно работает. И вот именно в исполнении туфель Prada и во всех тех похожих вариациях, которые сейчас выпустят Middle Market и Mass Market, мне нравится танкетка. Да, действительно, мне она понравилась. Но она у нас в том числе и более массивная сейчас, и менее массивная, и лаконичная, и прям суперсмелая. Она к нам вернулась. Я побаиваюсь именно в ее таком грубом исполнении танкетки, потому что она, опять же, может создать эффект таких копытцев. Вот только вот этого боюсь. Но, с другой стороны, опять же, массивная танкетка, на контрасте ножки смотрятся стройнее, как-то она интересно так выглядит. Поэтому не готова я к возвращению кроссовок на танкетке от Isabel Marant, которые знаменитые-то были. Вот к ним не готова. А так, ну, можно попробовать. Четвертый тренд – 3D-украшение. 3D-украшательство, сатиновые цветы на обуви, какие-то чокеры, 3D-цветки на шею, аккуратные браслеты, которые, вот, казалось бы, да, все так лаконично, все так нежно, и тут вдруг такой бам-цветок. Классно смотрятся. К нам это пришло из тематики вечерней моды. Как я уже сказала, даже сейчас в новогодних коллекциях было очень много 3D-бантов, 3D-цветочков, чего-то такого сатинового, совершенно вычурного. То есть у нас, по идее, цветы на обуви становятся уже чем-то таким повседневным. А обувь приобретает формат арт-объект некоего, который является огромным акцентом вообще всего образа. Не скажу, что мне это не нравится, меня это прям привлекает. Мне нравились банты на туфель, как Джимми Чу, теперь мне нравятся цветы, как это все классно дополняет. Например, те же босоножки. Кто сказал, что босоножки должны быть скучными, пускай они будут акцентными. И к этому тренду я действительно готова. Ну и в аксессуарах, конечно, если это будет какая-нибудь съемная брошь. Например, кстати говоря, 3D-броши такие объемные, они тоже сейчас в тренде. Поэтому, кто же кто? Дрис Ваннотон, по-моему, у него были такие потрясающие цветы. И поэтому, особенно если это съемный элемент, мне кажется, это будет классно работать в гардеробе. Можно этот съемный элемент сюда, на руку, куда угодно, на грудь, на сумку, на аксессуар куда-то приделать. То есть, если еще не понимаете, готовы ли, берите просто съемный цветочек и на булавочке куда-нибудь пробуйте, для того, чтобы вообще понять, ваше или нет. Мэри Джейн перемычки у нас остаются. Я люблю этот формат обуви, причем Мэри Джейн как на балетках перемычка, так и на каких-то более грубых таких агли, таких ботах, ботах практически папиных. Так и на туфельках на каблуке. Мне безумно понравились коллекции бренда Chanel. Мне очень понравилось, как это смотрелось, с такими интересными гольфами в сетку, с носочками в сетку. Еще чуть позже я, кстати говоря, об этом тоже скажу. Но что касается перемычки Мэри Джейн, это в целом у нас идет такая тематика прэпи-стиля. У нас она особенно была ярко представлена осенью прэпи-стиль. И сейчас в целом это остается. Если, например, посмотреть показы, там очень много плессировки, вот этих вот плессированных юбочек, которые, опять же, уносят нас в стиль прэпи. Лаконечные бантики, цветочки, что-то очень женственное, очень девичье такое. Поэтому и, соответственно, перемычки Мэри Джейн у нас тоже остаются. Ну и, конечно же, говоря о сетках, как один из элементов, например, не хочется покупать сетчатую обувь, берем сетчатые носочки, сетчатый гольф, сетчатые колготки. То есть мы миксуем обувь плюс дополнительный аксессуар, чулочно-носочные изделия. Или, например, также в тренде сейчас обувь с сеткой. У нас уже были ботега, сетчатые босоножки их знаменитые. Сейчас множество вообще брендов выпустили подобного плана. Обувь – это классно, это интересно выглядит. Не скажу, что это гиперудобно, но и не скажу, что это неудобно. Если у вас эта обувь прям хорошо сидит по ноге, и она вам по размеру, то, в принципе, она нигде натирать и сжать не должна. То есть тут важно понимать, что вот это все в жару, конечно, может впиваться в вашу кожу, но это интересно выглядит. Это действительно что-то такое классное. Ну и там, где сетка, там и завязки. Еще один трендовый элемент – завязки, босоножки, которые практически до колена опоясывают вашу ногу. Загорать, конечно, в таких не получится. Я приверженец все-таки более таких лаконичных вариантов. Мне очень нравятся босоножки, которые были представлены на показе, кажется, из-за Бальмаран. И там они так красиво облегали щиколотку. Все это было так повязано вокруг щиколотки. Это смотрелось очень даже интересно. То есть это не обязательно должны быть такие прям завязки-завязки. Пускай это будет шнуровка, например, на ботильонах. Туфли со шнуровкой спереди тоже интересно всегда смотрятся. Босоножки со шнуровкой вокруг щиколотки, которые просто вот шнурки на несколько раз обмотать. Это тоже будет в целом такой интересный элемент, привлекающий внимание в вашем образе. Опять же говоря про перемычки Mary Jane, про завязки, еще один классный элемент, вообще классный аксессуар, который дополняет сейчас наш гардероб. Это ремни. Ремни сейчас как-то по-новому о себе заявили. Причем речь идет как о каких-то более широких ремнях с акцентными пряжками. Так и о сочетании нескольких ремней. Мне безумно нравится вариант. Это лаконичный такой ремешок, двойной от бренда Nanushka или Nanushka, как вы правильно поправите меня, по-моему, Nanushka. Я видела на сайте ЦУМа прям действительно такой кремовый, очень лаконичный, очень симпатичный. Обязательно картиночку для вас ставлю. Но это если мы говорим про какие-то суперносибельные такие варианты, которые можно, например, давая вигжакету, приталить его, это будет смотреться актуально. Но при этом мы можем добавить ремни в каких-то аксессуарах, в топах, кстати говоря, топ с таким ремнем, знаете, как будто ремень от защитный такой, от детского сидения. На детском сидении они так крепятся или жилет такой защитный, вот примерно такого формата. На сумках ремни, ремни просто как, да, как я уже сказала, как отдельный элемент. В шлевке у джинс также несколько ремней можно сочетать. Это уже не новый прием, но он сейчас все больше набирает обороты, поэтому на ремни мы с вами обращаем особенное внимание. Мне кажется, что ремни точно так же могут использоваться у нас как элемент обуви. Все это вместе вот нам позволяет добавить интересные изюминки в наши образы. Каблук. Каблук как необычный элемент или какая-то необычная танкетка. Это все отголосок самого тренда на обувь как отдельный арт-объект. Тем более у нас сейчас появилась платформа, нам есть где разгуляться, мы там можем чего-то не наделать. У нас есть вот эта вот возможность там и какие-то арт-пейзажества рисовать, и что-то интересное придумывать. Танкетка тоже туда же. То есть у нас появляется вот это вот поле для воображения, поле для творчества, и дизайнеры этим охотно пользуются. Металлик я уже вам говорила в видео про трендах весны, но металлик у нас присутствует не только как элемент одежды, например, джинсы, металлик, юбки и так далее. Также и в аксессуарах, и в аксессуарах это как раз таки, как я уже говорила, самый безопасный вариант. Потому что мы можем сохранять вот эту вот лаконичную эстетику в своем гардеробе. То есть у нас обыкновенные базовые жакеты, обыкновенные вот, например, топы, как я сейчас сижу, абсолютно обыкновенный базовый топ, базовые джинсы, брюки и так далее. Но при этом мы добавляем интересные аксессуары. И сейчас очень много и у российских брендов классных аксессуаров. Например, бренд CNS, кажется так. Он раньше назывался Coins. Я у них, кстати говоря, уже заказала сумку с кожей в цвете металлик. И там тиснение такое интересное, как будто она немножечко состаренная, такая винтажная. То есть я потихонечку тоже металлик в свой гардероб добавляю. Ну и, конечно же, в обуви мы все носим золото и серебро. Почему бы нам не спустить это золото и серебро ниже и не надеть обувь в цвете металлик? Перчатки огромный тренд. Оперные длинные перчатки. Пускай они будут прозрачные, пускай они будут сатиновые. Пока еще холодно, перчатки могут быть, в принципе, отдельным таким арт-элементом. Из-за кокожи, из замши, из бархата. Выбираем тот вариант, который именно вам подходит. С какими-то принтами, с интересными нашивками. У какого-то дизайнера я видела перчатки с имитацией таких ногтей еще на пальчиках. То есть что-то такое интересное. Мы раньше перчатки носили как средство утепления. Теперь на перчатках мы делаем огромный акцент. Я уже вам сама говорила, что я хочу к своему плечному костюму добавить интересные длинные перчатки. Их можно взять совершенно недорогие. Можно взять, конечно же, и у миддл, и у люксовых брендов. Но можно в масс-маркете взять какие-то интересные прозрачные перчатки. Например, на зоне, я знаю, есть варианты интересные. На том же вайлберис. Попробуйте, просто возьмите, поиграйтесь. Возможно, вам этот вариант зайдет на фотосессию как элемент образа. А возможно, и на каждый день вы будете готовы такое носить с платьями. Летом, почему бы нет, почувствовать себя настоящей принцессой. Мне нравится этот элемент. И мне нравится, как по-разному. Ему можно миксовать с другими аксессуарами. Например, с кольцами, с браслетами. Можно надеть, если у вас перчатки объемные, под перчатки украшательства наши. Можно взять более облегающую ручку перчатки и добавить эти элементы уже сверху. То есть, тут тоже у нас абсолютный простор для воображения. Можно взять более укороченные варианты, более длинные варианты. Балетки огромный тренд. Во многих показах они присутствовали. Вообще, тема вот этого вот балета в наших образах, она присутствует не только в обуви. Она у нас присутствует в том, что у нас изобилие шифона, изобилие легких полупрозрачных тканей. У нас вот вся вот эта вот тема, она так активно сейчас появилась на подиумах. Балетки – это такой момент для меня спорный. Я все еще к ним не готова. Мне кажется, что балетки способны украсить только девушку высокого роста. Я, к сожалению, таковой не являюсь. Поэтому я не тороплюсь с их приобретением. Я, скорее, для себя предпочту туфли на небольшом каблуке, которые спереди будут выглядеть как балетки. То есть, спереди это будет вот эта вот балетная эстетика, но при этом у меня будет все-таки небольшой каблучок. И сбоку все это будет совершенно по-другому смотреться. Я буду на таком легком подъеме. При этом балетки настолько сейчас на подиумах утрированно балетные. Балетные балетки, они из сатина выполняются. Они с какими-то интересными элементами в виде маленьких бантиков. То есть, все это настолько действительно в какую-то кукольную тематику нас уводит. Пластик и винил. Говорила уже про прозрачные платформы у стрипов. Но в целом сейчас пластиковая виниловая обувь – это огромный тренд. Начиная от сандалий таких грубых, рыбацких. Заканчивая, например, виниловыми босоножками. И мне очень нравится этот тренд, чем у меня у самой были виниловые босоножки. К сожалению, они приказали долго жить этим летом в Москве. Но они как будто бы не существуют. То есть, они, ставя вас на каблук, спереди нет никаких перемычек. Там абсолютная прозрачность. И ножка просто кажется длиннее, и вы кажетесь выше. То есть, это босоножки просто продолжение вашей ноги. Это вас как-то так превозносит, преподносит. Смотрится это все очень лаконично, очень органично. Вписывается в большинство образов. Особенно, если мы говорим про совершенно прозрачный винил. Потому что он не имеет, соответственно, цвета. И легко подойдет к любому цветовому сочетанию, которое вы только себе вообразите. И обувь через пальчики. Вьетнамки. Вьетнамки более классические. И вьетнамки более такие высокие, напоминающие чем-то сапоги. В общем, пальчики мы свои начинаем потихонечку показывать. И не только во вьетнамках мы их показываем. Вообще сейчас такой элемент, как голенькие пальчики. Начиная от стрипов с такими маленькими треугольничками, которые показывают наш указательный и большой пальчик на ноге. Заканчивая какими-то туфлями а-ля Кристиан Лобутон. Которые были у нас лет 15 назад популярны. То есть, пальчики это какой-то отдельный магический элемент, который уже начинает появляться у нас с вами на подиумах. Соответственно, сейчас будут появляться в коллекциях брендов различных туфли и босоножки с открытыми пальчиками. Есть в этом что-то интересное. Никогда не считала это практичным. Никогда не считала это каким-то гиперкрасивым. Но этого так давно не было, что даже как-то хочется попробовать. Действительно. И не знаю, что бы я больше, наверное, для себя предпочла. Все-таки вьетнамки или просто показать вот этот вот красивый треугольничек своих пальчиков. Но в целом вот эта вот идея такой интимности оголенной ножки, которую мы начинаем показывать, она мне вообще интересна. И говоря про вьетнамки, мне особенно понравились форматы таких дутых вьетнамок. И вообще дутые аксессуары, дутая обувь такая, как будто ее надули немножечко. Дутые сумки сейчас, опять же, это такой достаточно весомый тренд вообще. И можно, конечно, относиться к этому как-то вот гипер, знаете, когда это выглядит гиперболизированно как-то вот совсем уж прям. Вы идете как будто на спасательных кругах. А можно взять что-то с имитацией, да, с имитацией как бы дутости. Но при этом будет такая сдержанная платформа, и все это будет смотреться так лаконично, что как бы вроде бы да, это интересно так выглядит, как такая небольшая подушечка, но при этом это достаточно сдержанно. То есть разные варианты вот этой дутости есть. Хотите, выбирайте прям совсем вау. Хотите, выбирайте что-то более такое лаконичное. Что касается формы сумок, я заметила, что очень много было ведерок. Ведерки были в бренде Жакмиу, причем они были такие интересные с добавлением каких-то натуральных элементов, таких соломенных каких-то элементов. Это интересно вообще. У нас весной-летом всегда какие-то необычные формы присутствуют, ведерки присутствуют. Это классно. Я не скажу, что это гиперпрактично. Самые знаменитые когда-то были ведерки от бренда Стоут. У меня у самой была похожая сумка-ведерка. Но именно в этом сезоне мне хочется именно ведерка с соломенными элементами для того, чтобы носить его с какими-то льняными платьями, с чем-то сарафанами, с чем-то легким, с чем-то летящим, воздушным, с чем-то на жару. Именно вот такие соломенные сумки, что-то плетеное, что-то такое вот из натуральных как будто материалов, оно больше всего, на мой взгляд, вписывается в подобные южные такие расслабленные полупляжные образы. Даже в город, когда мы говорим о ношении какого-то сдержанного именно городского льняного платья, добавить такую сумку, это уже увести его в какую-то отпускную тематику. Поэтому вот такой элемент гардероба, мне кажется, весной-летом очень классно все-таки создаст нам настроение, особенно если мы половину лета сидим в работе, в городе душном, а мечтаем о море, мне кажется, включив вот такой аксессуар в свой гардероб, в свои образы, мы получим вот тот самый вайб, то самое настроение. Дорогие мои, у меня было все на сегодня, я вас всех целую и обнимаю, до встречи в новых видео уже совсем скоро, с вами была ваша я и пока-пока!